Совет Федерации одобрил пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы. Фискальные инновации разделены на несколько больших блоков. Первый касается каждого гражданина, который платит налог на доходы или, как его привычно называют, НДФЛ. Если раньше практически для всех была единая ставка в 13 процентов и лишь самые богатые отдавали 15, то теперь прогрессивная шкала выглядит более справедливо. Она разделена на 5 ступеней от 13 до 22. Еще одно ключевое изменение – появление вычетов для семей с двумя детьми. По итогам каждого года они смогут получать существенную сумму в виде кэшбэка. Вступающие в силу налоговые изменения обсудим с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николаем Любимовым. Он сейчас в нашей студии. Здравствуйте, Николай Викторович. Здравствуйте, Александр. Конечно же, самое обсуждаемое изменение налоговой системы – это прогрессивная шкала НДФЛ. Я сейчас попрошу вывести на экран основные параметры этой системы. И хотелось бы понять, как много россиян вообще затронет эта система? Сколько людей будут платить максимальные до НДФЛ в 20 или даже в 22 процента? Мы видим по доходам сейчас, что для доходов до 2,4-13 процентов ничего не меняется. Но есть люди, которые наверняка получают от 5 до 20 миллионов рублей, это уже 18, но и максимальная шкала для доходов от 20 до 50 миллионов – 20 процентов. И свыше 50 миллионов рублей – это максимально 22 процента. Как бы вы это прокомментировали нам сейчас? Сколько семей вообще затронет вся эта система изменений? Вы знаете, по расчетам Минфина, которые нам были предоставлены, вообще люди, которые зарабатывают и будут платить со второй ступени повышенную ставку, то есть с 15 процентов, приблизительно около 2 миллионов человек из 64 миллионов работающих россиян вообще. Соответственно, те, кто будут платить по самой высшей ставке 22 процента, их совсем немного. Однако, надо сказать, что доля доходов от таких людей в бюджете будет достаточно существенной. Поэтому большинство россиян нововведения практически не затронут. И система, конечно, станет более справедливой. Но нет ли опасений, что, например, самые богатые будут каким-то образом прятать или занижать свои доходы, чтобы не платить по повышенной ставке? Вы знаете, такое всегда, наверное, может быть. Но на самом деле наша налоговая система сейчас настроена очень четко. Администрирование с каждым годом улучшается. Ну и вообще, собственно говоря, по признанию международному, наша налоговая система самая прогрессивная, одна из самых прогрессивных. На топ-местах в мировой, скажем так, в мировом рейтинге мы находимся по администрированию доходов наших граждан, юридических лиц и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что какого-то массового укрывательства и ухода от налогов, конечно же, не будет, потому что это в принципе невыгодно. Можно потерять намного больше в виде штрафов, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому люди, которые зарабатывают много, они уже привыкли честно платить налоги в основном. И я думаю, что с этим будет тоже все нормально в будущем. Но сама система еще должна стимулировать людей зарабатывать больше. И саму систему экономическую все больше. И государство заинтересовано, чтобы в бюджет шло больше денег от НДФЛ. Соответственно, вы считаете, что это стимулирует вся система нам зарабатывать больше? Ну вы знаете, на самом деле разница в налоговых ставках не настолько велика, чтобы дестимулировать. То есть все равно люди всегда будут стремиться зарабатывать больше. Мы должны учитывать, что вот эта ставка, допустим, начиная с 15%, она будет платиться не с общей суммы дохода, а с суммой превышения. То есть, допустим, от 2,4 до 5 миллионов рублей 15% это с 2,4 до 5 миллионов рублей то, что человек заработал. Вот эта вот сумма будет облагаться по ставке 15%, а до 2,4 миллионов рублей это все равно 13% и так далее по ступеням. Поэтому на самом деле дестимуляции точно не будет, я уверен. И это в человеческой нормальной природе заложено стараться заработать для себя, для своей семьи как можно больше средств. Если говорить об эффекте для бюджета государства от новой системы, от корректированной системы налогообложения, вот какой это эффект может быть? Ну только на следующий год прогнозируется дополнительное поступление от изменений в налоговой системе порядка полутриллиона рублей. Это очень существенная сумма. И вкупе со всеми остальными изменениями, вкупе с ожидаемым ростом экономики, в принципе, ну даже не в принципе, а полностью покрываются все те расходы, которые сейчас планируются в бюджете в соответствии с поручениями прежде всего нашего президента. Поэтому здесь опасений никаких нет и дополнительные поступления будут достаточно существенными. Еще один важный закон, принятый сегодня, вводит налоговые выплаты для родителей с двумя и более детьми, на члена семьи, которая не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц. То есть если семья из четырех человек, на каждого из них полтора прожиточного минимума не превышает по региональной ставке от дохода, то тогда, получается, они могут получить вот этот налоговый вычет в размере, по-моему, 7%. Вот расскажите, как будет работать вообще вся эта система, когда будут эти выплаты, как это все считать, и может ли семья рассчитывать на то, что ей кто-то поможет эту методику понять? Вообще все это будет, как это будет работать? Вы знаете, все намного проще будет устроено. Во-первых, надо сказать, что эта мера, она в принципе затронет очень многих людей и нашей семьи в большом количестве. Если брать по цифрам, чтобы было понятно людям, то везде, конечно, в каждом регионе разный прожиточный минимум, но берем средний такой более-менее регион, в котором прожиточный минимум порядка 17-18 тысяч рублей. Вот в таком регионе семья из четырех человек, то есть двое детей и двое родителей. Если двое родителей оба работают, то у каждого должна быть зарплата приблизительно 53 тысячи рублей в месяц. То есть на двоих, на работающих, 106 тысяч рублей. На четверых, соответственно, сумма делится на 4. И вот при такой зарплате, в таком регионе, условно среднем регионе, они смогут претендовать на эту ежемесячную семейную выплату. То есть это не просто как-то уменьшает их налог на доходы физических лиц, это возвращает им деньги после того, как они весь налог уплатили в течение года. И как это будет работать? Собственно говоря, ничего не нужно будет делать, кроме как подать заявление либо в социальный фонд лично, либо через портал госослух. Что уже каждый, наверное, человек может сделать. И я уверен, что могут воспользоваться абсолютно все. Работодатель не участвует в этом процессе? Никак не участвует. Работодатель, да, человек сам подает. Он приблизительно понимает, что он может претендовать на эту сумму. Приблизительно. То есть понятно, что... Система и так и рассчитается. Да, считать-то можно очень просто все. Надо просто знать, какой прожиточный минимум в регионе и, соответственно, рассчитывать из своей зарплаты свои доходы. А потом, после того, как ты обратился с таким заявлением либо в электронной форме, либо в письменной, все рассчитывается самими налоговыми органами и социальным фондом. Без участия человека никаких дополнительных других справок, ни от работодателя, ни от кого-то еще не нужно абсолютно. А сколько вообще россиян смогут получить такую налоговую льготу, скажем так? Вы знаете, тоже по расчетам, которые представило нам Министерство финансов, это порядка 4 миллионов семей в России, в которых воспитывается около 10 миллионов детей. Это очень существенная цифра. А с какого периода начнет работать именно эта система? Начнет система работать с 1 января 2026 года. Все доходы, которые будут приниматься в расчет, за 2025 год. И обращаться за такой помощью можно будет уже с 1 июня 2026 года. С 2024 года физлица начали платить налог на процентный доход по банковским вкладам. Как с 2025 года будет рассчитываться этот налог в свете принятых сегодня законов? Здесь не очень большие изменения. Остается необлагаемый минимум в миллион рублей. И, соответственно, доходы, которые получаются от накопления процентов, допустим, по вкладам, если они не превышают 2 миллиона 400, 13 процентов, если эти доходы превышают 2 миллиона 400, то 15 процентов. Все, дальше уже никакой ступени шкалы нет. Но, опять же, доход должен быть существенным. То есть мы понимаем прекрасно, что, допустим, за 2023 год, за 2024 еще не исчисляли, такой необлагаемый доход от процентов был бы для человека 150 тысяч рублей. То есть получил 150 тысяч рублей, это необлагаемый доход. Свыше там уже можно будет смотреть по твоим общим доходам. То есть здесь изменения небольшие. Это для того, чтобы как раз стимулировать людей долгосрочные накопления свои вкладывать либо в банки, соответственно, либо в другие инструменты финансовые, ценные бумаги и так далее и тому подобное, инвестиционные какие-то инструменты. Тут, ну, здесь в этом плане стимуляционная функция работает государство. В правительстве вообще говорили, что все изменения призваны сделать налоговую систему более справедливой. Как вы считаете, удалось это сделать? Вы знаете, да, я считаю, что удалось. Во-первых, здесь два полюса, что называется. Люди с небольшими доходами и люди с высокими и сверхвысокими доходами. Вот налоговые изменения, которые сейчас приняты, они позволяют позаботиться о людях, которые получают небольшие доходы путем разного рода налоговых вычетов, ежемесячных или ежегодных выплат. Но прежде всего, конечно, к таким людям и семьям относятся семьи с детьми. Это тот тренд, который задал наш президент. Абсолютно верный тренд. И вот о семьях с детьми, которые чаще всего, к сожалению, поскольку доход на человека в семье получается небольшой, семья большая, потому что вот такие люди нуждаются в заботе и нуждаются в помощи. А с другой стороны, на другой стороне, что называется, люди, которые получают достаточно большие суммы дохода. И эти люди, кстати, на самом деле не было какого-то большого сопротивления, я, по крайней мере, не видел в этом отношении. Они должны платить больше, чем люди с небольшими доходами. Это нормальная, абсолютно справедливая практика, не только в нашей стране, в большинстве стран мира, в большинстве стран, как мы их называем, иногда развитого капитализма и так далее и тому подобное. То есть это нормальная практика. И я считаю, что сейчас система стала намного более справедливой. Плюс ко всему, надо сказать, что справедлива также многоступенчатая шкала, вот пятиступенчатая шкала. То есть не сверх какого-то определенного дохода люди сразу начинают по высокой ставке платить, по самой высокой ставке. То есть ставка тоже различается. И это позволяет, как вы уже говорили, стимулировать каждого человека к тому, чтобы зарабатывать больше. И понимая, что это так и будет, я думаю, люди будут к этому стремиться. Спасибо, Николай Викторович. Изменения в налоговом законодательстве мы обсудили с сенатором Николаем Любимовым.